Друзья, всем привет! Утро, время 9.35, едем на авторынок. Вот и сегодняшнее видео будет посвящено хорошим автомобилям, которые продаются на авторынке «Зеленый угол». Реально хорошие, заберем два автомобиля, один седан, второй хэтчбэк, автомобили бальные, с настоящими аукционными листами, с настоящими пробегами. Это будет видео для тех, ну, во-первых, для того, кто хочет себе купить, да, автомобиль хороший, бальный, автомобиль, чтобы вы сориентировались по цене, сколько стоят эти автомобили. Я, естественно, покажу, что это за автомобили, расскажу про комплектации, год автомобиля, вот, ну и покажу, естественно, покажу, что с ними происходит. И для тех, кто говорит, что на авторынке один хлам, одно битье и так далее, вот, поэтому заезжаем на авторынок, смотрим автомобили. Кстати, погода у нас такая мерзкая, сейчас, наверное, на рынок приедем, там видно, вообще ничего не будет. Вот, в общем, едем, смотрим. Первый автомобиль забрали, выехали со стояночки, ну, собственно, как я и говорил, да, на рынке туман, на рынке какая-то морозь идет, непонятно, утро, вот, пожалуйста, подъезжают продавцы, подъезжают, наверное, потенциальные покупатели, покупатели. Кстати, вот, ой, проехали, не видно, там уже люди ходят на стоянке, пока грели вот этот автомобиль. Вы еще не знаете, что это за машина, сейчас остановимся, и я вам про нее более подробно расскажу. Пока грели данный автомобиль, вот, на стоянке тоже было, человек пять ходила, ходила, уже смотрели, смотрели автомобили. Ребят, ну, как знаете, рынок находится на возвышенности, вот, поэтому, чем дальше вглубь рынок, тем, тем вообще ничего не видно, значит, надо найти какое-то место, чтобы остановиться, и автомобиль можно было более-менее нормального показать. Так, друзья, как видите, это седан, как я и говорил, будет седан, будет хэтчбэк, это Toyota Premium, автомобиль 2007 года выпуска, но он уже в новом кузове, то есть 2007 год, получается, у них пошел переходный, белый перламутровый цвет. Это был у нас автоподбор автомобиля, то есть поиск автомобиля под ключ, автомобиль у нас едет в город Нижний Тагил, пользователь, новые, новые собственники, это Игнат и Ксения попросили указать, вот, пожалуйста, вас указываю. Итак, давайте об автомобиле, белый перламутровый цвет, он шикарно смотрится, когда, когда автомобиль чисто, на нем практически никогда не видно грязи, ну, естественно, если вы куда-нибудь там в грязь не заедете, не зарюхаетесь, он в очень хорошей комплектации. На автомобиле установлены штатные литые диски, именно Toyota, хорошая летняя резина Bridgestone, что задние колеса, что передние колеса, есть у нас повторители, есть бесключевой доступ, автомобиль, ну, фары у нас обычные, Ксенона, Ксенона здесь нет, туманок здесь нет, но туманки при желании можно поставить. Я, кстати, в видео говорил, покажу, да, как отличить настоящие туманки, японские, вот, тех, которые здесь ставят, ну, комплектации, сейчас вернусь. Значит, настоящие японские туманки, они будут включаться на гитаре, видите, здесь ничего нету. Если, допустим, их сейчас поставить сюда, китайские, ну, вот сюда куда-нибудь выведут кнопку, то есть, если вы видите кнопку, да, где-то слева, справа, сбоку в автомобиле, это значит, туманки китайские. Если включается на гитаре, на гитаре, то это японские туманки, ну, конечно, при желании, можно там что-нибудь намутить, сделать, поставить гитару, но вряд ли, вряд ли с этим кто будет заниматься. Итак, начнем с моторного отсека, стоимость автомобиля 710 тысяч рублей, машина бальная, пробег 67 тысяч, 4 балла, двигатель полтора литра, 1NZ хороший, надежный, ну, неубиваемый, я его, конечно, не могу назвать, да, но, тем не менее, как бы, реально надежный, очень надежный двигатель, моторный отсек, в плане, вот, знаете, он такой широкий, продольный, все удобно, ясно и доступно, то есть, при каком-то обслуживании вопросов здесь, вопросов здесь никаких не возникнет, пробег на машине 67 тысяч, машина 2007 года, по кузову она идеальна, то есть, нет ни вмятин, ни царапин, ни крашеных элементов, ни вмененных элементов, вот, ну, подкапотное пространство, болтики, хомутики, как бы, гаечки, есть, конечно, какой-то мелкий-мелкий такой рыжий налетик, да, по низу, тоже какие-то вот рыжики, не знаю, видно вам, не видно, на балке есть, но это все от того, то, что, еще раз повторяю, автомобиль 2007 года, он, ну, на нем практически не ездили, но по подвеске, по подвеске, ребят, здесь все отлично, единственное, одно замечание, по-моему, на правой стойке, на правой стойке, здесь порван пыльник, но Игнат, Игнат в Ксении об этом знает, и так, японские брызговики, настоящие, японские, ветровики, повторители, сзади есть метла, идет уже тонировочная, ну, не тонировочка, японская защита от ультрафиолет, фиолет, это заднее, заднее стекло и заднее стекло, а нет, это тонировочка идет, я думаю, это напыление, тонировочка, возможно, уже сделали здесь, так, багажное отделение, вот седанам, седанам мало времени уделяем, следующее видео, не следующее, но одно из видео, сделаем обязательно прям седаны, смотрите, чисто, аккуратно, ухоженно, плюс этого автомобиля, сейчас покажу, у него складываются задние сидения, у автомобиля есть запаска, полноценная запаска, по бокам два кармана, здесь карман у нас пустой идет, в этом кармане у нас прячется данкрат, так, на место надо положить, данкрат, конечно, это, ну, удобно, намного лучше, чем ремкомплект, дополнительный стоп-сигнал, ну, вот здесь видите, тонировочки, тонировочки нету, метла, то есть комплектация, комплектация одна из лучших, ну, естественно, это идет дори-стайл, да, то есть здесь вот таких вот диодиков нету, комплектация, комплектация идет F, итак, второй ряд сидений, садиться я туда не буду, тем как бы газетка здесь есть, да, но реально в машине, в машине очень чисто, мы можем сделать вот так, опрокинуть сидушки, ну, опять же, опять же, спать мы не будем, да, там, не знаю, в багажнике, но при трансформации, короче говоря, это, это очень удобно, здесь у нас идет подлокотник, два подстаканника, ну, и в седанах, вот это вот задняя полка, да, туда мы можем кинуть какие-то, какие-то свои вещи, далее, значит, что мне нравится в этих автомобилях, здесь мало пластика, даже вот берем дверную карту, да, вот здесь пластик, он такой идет, более-менее мягкий, кожаная вставка, тряпка, вот здесь вообще идет мягкий пластик, вот здесь основная масса автомобилей, стойки, да, вот такие центральные, везде идет пластика, а здесь идет тряпочная вставка, также вот и задние стойки, обратите внимание, в каком состоянии потолок, вообще, в каком состоянии салон на данном автомобиле, как видите, идут вставки под дерево, в спинках идут кармашки, прикуриватель, который, ой, прикуриватель, пепельница, которая нафиг здесь никому не нужна, так, перемещаемся на водительское место, водительское место, сиденье обычное, механические, не электро, регулируется по высоте, ну, естественно, спинка опрокидывается и ездит вперед-назад, открывание багажника, бензобака, ручник у нас идет ножной, с правой стороны бардачок небольшой, ну, и вот здесь где торпеда, слева-справа тоже вот такие вот непонятные кармашки идут, если честно, не знаю, по мне, так они неудобны, дверная карта, все то же самое, что и сзади, идет подстаканник с бутылочницей, вот здесь сядем, потому что как-то, как-то холодно на улице, дальше, значит, по месту, по месту, но это седан, да, с кроссоверами, да даже с кейкарами, давайте не будем сравнивать, по ширине место нормально, по потолку мне места не хватает, кстати, стоит инвенизатор воздуха, забыл указать, автомат идет, а быстро не автомат, здесь установлен вариатор, подлокотник, он ездит вперед-назад, открывается, вот идет пульт управления, сама ниша, сам бардачок, ну, как бы нормального такого объема, здесь у нас, ну, закрываем мы, да, центральная консоль вот такого плана, открываем, у нас бардачок подстаканник и бутылочницы, называйте это как хотите, но здесь есть такая фишечка, да, то есть мы можем поставить туда бутылку, он такой глубокий, а можем крышечку эту закрыть и поставить, поставить какой-то стакан туда, дальше, ребят, вот видите, написано, седьмой год, полтора литра, же комплектация, аукцион 4 балла, ну, это от кого-то другого автомобиля осталось, ладно, аукцион настоящий, бьется, пробивается по статистике, 4 балла, 67 тысяч пробега, 1,1, а2 на бампере, салон ББ, это салон, салон, кузов ББ, это, ну, реально, очень хорошее состояние салона, я думаю, Игнату с Ксенией автомобиля реально понравится, вот, а здесь идет на торпедо, тоже пластик мягкий, смотрите, он прям продавливается, нет такого, вот ты на машине едешь, нету такого, то что бум-бум-бум, там скрипит, что-то нет, в этом автомобиле такого нет, кожаный мультируль, полный мультируль, управление дисплеем, управление температурой, управление музыкой, можно подключить телефон, штатная магнитола, климат-контроль, камера заднего вида, есть траектория, ребят, даже, видите, это очень удобно, очень удобно парковаться, есть прикуриватель, есть пепельница, есть автомобили, где, где нету пепельницы, нет прикуривателя, здесь просто идет кармашек, знаете, вот, столкнулись как-то вот с этим, и облазили весь автомобиль, абсолютно весь, но не нашли мы этого прикуривателя, оказывается, в самых простых комплектациях прикуривателя нет, и даже, знаете, в бардачке, да, вот, тому, как бархатом отбита, то есть там не пластик, что еще показать, пищалки, солнцезащитные козырьки с подсветочкой, подсветка здесь включается, вот эти вот тоже стойки, видите, они идут тканевые, тряпочные, кнопка старт, зеркала складываются, регулируются, задний двор не включается с левой гитары, люфта никакого в руле нет, пробег, как видите, на данном автомобиле 67 тысяч, ладно, давайте начнем потихонечку движение, значит, что по подвеске у нас здесь все отлично, сказал то, что пылинг, единственное, знаете, ребят, вот Toyota, да, пока вот, ну, на ней надо, на камеру вам, наверное, слышно не будет, но вот резиночка в ней поскрипывает, но это нужно проехать на автомобиле, это все уйдет, у нас сталкиваемся постоянно с этой штукой, сейчас поедем, все, все это уйдет, что могу сказать про расход топлива, ну, здесь могу сказать 100%, по городу Владивостоку данный автомобиль в обычной езде, там, дом, работа с прогревами, кушает 9 литров, по трассе, лично замерял, ехал я один, машина была пустая, скорость была 80, 90, 100 километров, на 100 километров, я заправил 5 литров бензина, то есть, если вы один, да, как бы, ну, кушает автомобиль, как гибрид на самом деле, естественно, если его пригрузить, если там, знаю, посадить сюда 5 человек, да, вот сколько влазит в этот автомобиль, раз, два, три, четыре, пять человек, ну, ну, по трассе можно, поверьте, можно уложиться в 7 литров, конечно, по городу, с нашими стопками, спусками, подъемом, и в 7 литров мы не уложимся, если будет сидеть 5 человек, ну, литров 10, 10-11 будет кушать, ну, в среднем, как у нас, как у нас есть, стандартная ситуация, когда в автомобиле едут 2-3 человека, поэтому расход у автомобиля, как у гибрида, будет, Prius, они кушают, вот, Prius, полторашечные двигателя, которые, там, 20-е кузова, да, не то, что 20-е, там, даже 1,8, 30-е кузова, они тоже литров 5-6 кушают. Также хочу добавить, ну, посмотрите, просто пока на автомобиль, не знаю, кому интересно, есть вот эти автомобили, комплектация 1,5 литра двигателя, есть, где двигатель, двигатели идут 1,8, но 1,8, там, соответственно, цена, цена сразу, сразу идет в гору. Стоимость таких автомобилей именно в полторашечной версии начинается, по-моему, от 640 тысяч, что ли, есть на дроме объявления. И вплоть там до 800 тысяч, да. Но поверьте, смотрели автомобиль, да, там смотрели автомобиль 9-10 года с пробегом и 28 тысяч, и 35 тысяч, и 100 тысяч. Но вот этот автомобиль, он реально клевый. То есть соотношение и цена, и качество здесь все на высоте. Да, 2007 год, но страшно, в этом ничего нет. То есть отличаются только задние стопы. Есть автомобили с маленькими пробегами, там по 780 тысяч, но там жесть. Там и крылья минины, там и двери минины, там и стойки минины. Я не знаю, что там, что с такими автомобилями делают. Кстати, здесь комплектация, да, есть антипробуксовочная система. В самых простых комплектациях антипробуксовочной системы нет. Вот, ладно, с этим автомобилем будем заканчивать. Идем забирать следующий автомобиль. Друзья, подошли, подошли к следующему автомобилю. Хорошо, подошли к следующему автомобилю. Итак, это Honda, Honda Fit, ключ один. Тоже без ключевой доступ. Сейчас мы его заведем, заведем, пускай греется. Я вам внешне немного его покажу. Напоминаю, кто не знает, как заводится автомобиль с ключа. В машину зашли, ногу на тормоз, палец на кнопку. Автомобиль, автомобиль завелся. Итак, этот автомобиль едет в город, в город Уфа для нашего подписчика Руслана. Итак, стоимость автомобиля, я по стоимости немного не мог сориентироваться. Значит, автомобиль стоил 765 тысяч рублей. 4 балла, пробег 89. Отдали его за 735 тысяч рублей. Хорошая комплектация. Это гибрид. Ребят, полноценный гибрид. Автомобиль у нас греется, тарахтит. Есть, конечно, неполноценный гибрид. Ой, чуть не упал, как я говорил, да? Это у нас идет уже полноценный гибрид. Итак, комплектация L. Фары линзованы. Установлены туманки. Литых дисков штатных нету, зато и штатные колпаки. Есть летняя резина. Лобовое стекло, естественно, у нас идет родное. Датчик предстолкновения. Автомобиль 2016 года выпуска. Повторители. Бесключевой доступ. Кстати, следующая комплектация, да, такая самая модная. Это уже идет у нас ЭСК. Камера заднего вида. Дворник, антенна, шилдик, гибрид. Так, сейчас покажу вам по низу. По низу состояние автомобиля. Ну, ржавчина, ржавчина. Там нету тазик, швы, герметик. Все идет заводское. Багажное отделение тоже такое незаюзно, незамысканно. Полный ремкомплект. Данкрат, жидкость, насос, балонник. Все, есть тазика. Здесь как такового нету. Здесь есть просто маленький кармашек. Сидения у нас складываются вот таким вот образом. Получается у нас, получается, ребят, ровный пол. Сзади вот такие вот окошечки небольшие. Кстати, они идут с обогревом. Не знаю, нужны, никому не нужны. Мало в них что увидишь. Вот таким образом трансформируется салон. А также, допустим, поднимаем сиденье. Можно поднять саму сидушку, зафиксировать ее. Все, никуда она не денется. Дверная карта, ну, допустим, сравнивая с премиум. Здесь один сплошной пластик. Есть вот небольшой отрезок. Типа как кожаная вставка, но это дермантин какой-то. Больше ничего такого нет. Также кармашки, сиденья идут тоже с кожаными вставками. Садится опять. Мы сюда не будем. Здесь идет у нас бардачок. Я вот все хочу назвать, блин, подлокотник бардачком во всех автомобилях. Не знаю почему. Подголовники у нас. Ну, ребята, они выезжают, двигаются. Мне одной рукой неудобно это делать. Автомобиль весь целый. Давайте, наверное, немного вам продемонстрирую. 4 балла. Сейчас даже посмотрим аукционный лист. По-моему, здесь лежал. Не знаю, остался, не остался. Аукционного листа не осталось. Вот. Но он реально, он балльный. Он 4 балла. Родной пробег на автомобиле. Вот. И так. Просто по несколько раз на одну деталь. Родной слой краски. Вот видите, машина поработала, прогрелась. Все. Вот-вот. Скол есть, блин. Вот такой, что бросается в глаза. Все. Машина прогрелась. Все. Перешла на работу. Вот тут гибридной установки на работу батарейки. Естественно, это идет ощутимая, ощутимая экономия топлива. На этом автомобиле, видите, да, все, все родное, все в родной краске. Вариатор, автомат. Здесь не вариатор, здесь не автомат. Здесь установлен робот, роботизированная коробка передач. Давайте будем перемещаться с вами в салончик. Салон тоже кожаные вставки. Спинка, как обычно, туда-сюда ездит. Номер кузова спрятался вот здесь. Ну, вот здесь натоптали немножко, но ни ковриков, ничего. К сожалению, в данном автомобиле не было. Поэтому от этого никуда не деться. Камера заднего вида на автомобиле есть. Траектории. Траектории здесь, к сожалению, нет. Поэтому сама ручка переключения передач, да, она находится все время в одном положении. Вот в кругляшочек. Допустим, включаем и назад, она раз обратно отъехала. Включаем дышку. Она постоянно, постоянно в одном положении. Далее, значит, сейчас машина работает на гибриде. Видите, написано E-V. Если мы переведем автомобиль в спорт-режим, то у нас двигатель заведется. Переводим. Все, перевели в спорт-режим. Двигатель у нас с вами завелся. Еще интересно вот здесь показать. Интересного. Интересного больше нет. Допустим, чтобы нам встать на парковку, нам достаточно с вами нажать просто букву P. Все, P нажали. На парковку, на парковку автомобиль встал. Режим. Режим. Выключили. Далее, значит, еще такая фишечка данного автомобиля, да, вот, хондовская. Смотрите, допустим, дверь у нас открыта. Открыта у нас дверь. Мы зафиксируем. Мы включаем дышку с вами. Все, видите, дышка загорелась. Хотим с вами поехать. Я отпускаю ногу с тормоза. И автомобиль никуда не поедет. Устанет на парковку. Смотрите, отпустил, опускаю. Оп, пытаюсь поехать. Все, автомобиль встал на парковку. Закрыли дверь. Включили дышку. После этого автомобиль начнет движение. Здесь у нас подлокотник, розетка, бардачок. Подлокотник у нас никуда не ездит. Небольшая ниша, два подстаканника, ниша побольше. Розетка 12 вольт. USB разъем. Японец сделал, придумал. Дворник и включается. Все работает. Подсветка на данном автомобиле есть. Но зеркала, правда, без подсветки. Она нафиг не нужна. В стойках аэрбэк. Пластик здесь идет твердый. Управление климат-контролем. Родной монитор. Установлен здоровый бардачок. Бардачок я вам показывал. По месту. Место как место. В обычном автомобиле в принципе нормально. Даже по высоте здесь немного побольше, чем в Алионе. Не в Алионе, а в премиум. Вот, ребята, смотрите, что касается туманок. Видите, здесь туманки. Они идут родные. На гитаре вот офф он. Если бы они здесь были, стояли не родные, китайские, то вот сюда бы поставили кнопку. Здесь также у нас идет подстаканничек, подстаканничек. Ну и в принципе все. Очень нравится именно дизайн, дизайн панели. Ведь все сенсорно. Ну реально все, все прикольно так выглядит. Ладно, выезжаем со вторым ка. Еще фишка данного автомобиля, включая заднюю скорость, включается дворник. То есть он несколько раз протер, чтобы мы с вами видели. Но это фишка не данного автомобиля. Есть такая фишка на других автомобилях тоже она присутствует. Знаете, необычное ощущение. Ну ладно, мы там гоняем эти автомобили постоянно, но все равно, когда ты едешь на автомобиле, и у тебя не расходуется бензин. То есть реально, ребят, огромная экономия топлива, представляете? Не работает двигатель. А те, кто с гибридами сталкиваются в первый раз, ну не знаю, они наверное будут очень-очень сильно удивлены, как это так, как это автомобиль может ездить без бензина, чтобы у него ДВС-поршневая группа не работала. Просто постоянно сталкиваемся с телефонными звонками, люди позвонили, интересуются. Реально, ребят, реально никто, не то что никто, а многие не знают, что нет гибридов. Ну и в продолжении тему, рынок умирает, авторынок машин нету и так далее. Смотрите, вот едем по центральной стоянке, слева, справа, ну поймите, даже мест нету, то есть рынок, он реально, он заполнен. Есть автомобили на разный бюджет, я не знаю, вкус, цвет, комплектацию и так далее. Выехали со стоянки, едем, не знаю, можно подвеску смело проверять по вот такой дороге. По подвеске здесь, друзья, все отлично, но хонда есть хонда, она всегда как бы отличалась, то что, как вам сказать, такая она идет немного жестковато. Если сравнивать, ну сегодня у нас сравнение именно с седаном, именно с премиум, да, премиум или он там полностью одинаковые, идентичные автомобили, но это, конечно, небо и земля, да. Но опять же, это, это хэтчбэк, то седан, ну и, соответственно, разная цена, каждому, скажем так, свое, да. Кто-то хочет ездить, я не знаю, на мини-джибе, когда вот такие вот покупают джиммики, есть 1,3, есть стоповые, 0,7. Кому-то нужен хэтчбэк, кому-то нужен, я не знаю, он там хорек, там кроссовер гибрид стоит, кто-то форестер купит, кто-то их строила, кто-то вот вообще себе пробокса возьмет. Кстати, хочу добавить, буквально сегодня утром позвонила женщина, ну она, она знает, там кто-то ей порекомендовал нас, скидывает ссылку, пробокс, пробокс, 2019 год, пробег на автомобиле не указан, и знаете, сколько он стоит? 480 тысяч рублей, во-первых, машина год непроходной, то есть она целая сюда завезется, я не знаю, либо там за очень бешеные деньги, ну либо топлечок, либо битье будет, ну и с такой просьбой, то что вот, закажите, пожалуйста, мне такой автомобиль, хотя мы автомобиль из Японии не заказываем, ну, то есть, ну, не наша эта тема, да, ну, я и объясняю, да, то, что, быть такого не может, она нет, ну вот, ну вот, есть же объявление, и говорит, у меня есть 530 тысяч, мне нужен автомобиль такого года, в полной комплектации, 4 кнопки, мягкие сидения, джилловская комплектация, ну, короче говоря, максимально, вот, ну, я объясняю человеку то, что, то что не бывает, нет, ну вот, вот, есть такое, вот, ребят, не ведитесь на это, вот, честное слово, это все касается тех автомобилей, которые, давайте вот так поедем с вами, которые под заказ, в пути и так далее, то есть, вы будете туда звонить, вас не то, что, знаете, вас разведут, не то, что разведут по полной программе, а под всеми предлогами, под всеми предлогами, вам скажут, у этой машины пробег там миллион, она битая там, вареная, не знаю, из пяти автомобилей и так далее, и как бы попросят, чтобы, ну, не то, что попросят, а попытаются уговорить вас, чтобы вы заказали у них автомобиль, ну, естественно, когда вы автомобиль закажете, он будет стоить уже не 480 тысяч, да, он будет стоить, как положено, джейловская комплектация, вот, забирали недавно автомобиль, не помню, в какой город, по-моему, 17-го года, пробег там в районе сотки был, 600, 600, 640 тысяч, по-моему, он стоил, но не как-то, за 503, да даже за 600 тысяч, да, за 600 тысяч, такую комплектацию, ну, не привести, это просто нереально, ладно, немного отключились, да, мы отключились от темы, вот, при езде, ну, немного вот бесит вот эта штучка, которая пищит, но, пищит на то, что мы не пристегнули ремешок, и так, продолжаем ехать по грунтовке, ничего не гремит, ничего не стучит, там, каких-то посторонних стуков, шумов в автомобиле, не наблюдая, ну, и так же едем, едем на гибридной установке, по расходу топлива на данном автомобиле, но, опять же, сравнение идет с городом Владивостоком, в одного я на нем не ездил, но, судя по отзывам, если человек едет один, если он едет, ну, как бы, там, не сильно, не спеша, да, да, там, газ в пол не давит, тоже, в принципе, 5 литров можно уложиться, ну, а так, так, расход будет 7 литров, вот, ребят, на сегодня будем заканчивать, обязательно подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан, ставьте лайки, комментируйте, видео наше смотрят, много смотрят людей без подписок, давайте поддержите нас, всегда будете в курсе цен, вообще авторынка, что происходит у нас во Владивостоке с самым автомобильным рынком в стране, на сегодня все, всем пока!